Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Каплан Александр Яковлевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов. Александр Каплан – специалист и организатор работ в области диагностики функциональных состояний мозга человека-оператора и пациентов психиатрического профиля, а также в изучении взаимодействия человек-машина. Кроме того, под руководством профессора Каплана разрабатываются технологии интерфейсов мозг-компьютер и новые методы анализа электрических потенциалов мозга-человек. Работы Александра Каплана были отмечены премией правительства России в области науки и техники за 2002 год. В настоящее время на базе исследований профессора Каплана начинаются работы по адаптации нейроинтерфейсных технологий для цели реабилитации постинсультных пациентов. Александр Каплан сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Александр Яковлевич. В начале 2014 года журнал Nature опубликовал список выбора редакции наиболее ожидаемых событий 12 месяцев ближайших на то время. И в числе наиболее ожидаемых событий было завершение работ по созданию контролируемого мозгом экзоскелета. Работ, которыми занимается Мигель Николесис. Мы об этом ученым сегодня не раз еще услышим. Это известнейший нейробиолог. Он работает в университете Дюка в Северной Каролине. И сам Николесис говорил, что к концу 2014 года его испытуемые посредством этого экзоскелета, а это люди с параличом фактически, с поражением спинного мозга, они смогут посредством этого экзоскелета забивать мечи в цель. Работы эти продолжаются. И, собственно, такие достижения, даже если они не покладают мечом в цель, все равно эти достижения, они наиболее очевидно демонстрируют практическую ценность этих исследований и служат оправданием любопытства ученого, как в советское время нужно было диссертанту написать, чем польза для народного хозяйства. Вот здесь никаких проблем. Но, конечно, шире гораздо спектр этих игр разума. И подключиться к мозгу эксперименты и фантазии сегодня тема нашей беседы. Пожалуйста, Александр Яковлевич. Да, спасибо за такое представление самой темы, потому что иначе это могло бы звучать, подключиться к мозгу, как путь к созданию каких-то киборгов, каких-то, так сказать, монстров, где соединяется электроника и мозговая ткань. Нет. Речь идет здесь о том, как нам, с одной стороны, понять мозг, как он работает. Нужно к нему подключиться. А с другой стороны, действительно, как можно было бы помочь человеку в ситуациях, когда мозг не подключен к мышцам. Это как раз ситуации после инсульта, после черепно-мозговых травм и так далее. Поэтому вот такой совокупный, можно сказать, такой социальный запрос. И время пришло к тому, чтобы нам разобраться с этой проблемой. Я бы хотел сказать, что по такому базовому своему образованию я биолог. И, конечно, прошел все эти курсы, все предметы, все экзамены, про пестики и тычинки, про зоологию. Несмотря на то, что моя наука, моя наука конкретно, это психофизиология, все-таки я биологически такой подкованный человек. И меня все время как-то интересовало, я пока учился, что же такое в биологических этих машинах, что же такое главное, что же такое самое, что держит эту биологическую машину. Мозг, конечно. Ну вот, видите, я бы сказал, что все-таки две. Две такие биологические суперструктуры, назовем, допустим, так, которые поддерживают эту большую биологическую машину, причем мы говорим не только о человеке, но вообще о всем животном царстве. И первая такая суперструктура, это, конечно, геном человека. Ну и здесь мы все знаем, что этот геном поддерживается двумя цепочками ДНК. И цепочка ДНК – это некоторый такой код развития всего тела организма. Ну и вот я хотел бы здесь обратить на эту статистику. Вот эти вот пары, то, что в биологии называется парой нуклеотидов, парочками молекул, одна из одной цепочки от мамы, а другая из другой цепочки от папы. И вот эти вот пары нуклеотидов, они в своей последовательности как раз кодируют нашу биологическую индивидуальность. Как построено тело, сколько там клеток и так далее. Сущность, я бы сказала. Ну вот биологическую нашу сущность. И не только человека, конечно, но и другие животные. Здесь 3 миллиарда пар нуклеотидов. Вот в этом записан весь наш код. Весь код, так сказать, человеческого тела, биологической индивидуальности. Но второй, другой такой суперструктурой является мозг. И видите, интересна статистика. Здесь вот эти вот нервные клетки, это вот контакты между нервными клетками, которые мы называем синапсами. И статистика 86 миллиардов нервных клеток. Видите, как вот мы сейчас можем сопоставить. Если здесь пары нуклеотидов кодируют биологическую индивидуальность, то здесь что-то, так сказать, гораздо больше всего. 86 миллиардов нейронов. Но вот такой основной, единичкой и персональной в мозгу, является не нейрон, а контакты между нейронами. Вот эти вот самые синапсы. Именно там решается вопрос о том, передастся информация от одной клетки к другой или нет. Или, может быть, она сможет передаться, но с каким-то коэффициентом ослабления, усиления. Вот здесь вот решаются все эти вопросы. Поэтому операциональной единичкой как раз являются вот эти вот синапсы. Их на каждый нейрон приходится по 10 тысяч. Примерно по 10 тысяч. Если так все сейчас арифметически перемножить, получится миллион миллиардов контактов. Миллион миллиардов кодирующих элементов по сравнению с тремя миллиардами. Там миллион миллиардов. Много ли это или мало? Ну вот я, если спросить, самый суперсовременный процессор на сегодняшний день, самый такой крутой, который только может быть, я спрашиваю специалистов, сколько там операциональных элементов на сегодняшний день? Ну, они говорят там 2-3 миллиарда. Сопоставимо вот с геномом. Но никак не сопоставимо с миллионом миллиардов. 2-3 и миллион. Слишком большой отрыв. Слишком что-то здесь в мозгу уже совсем не то, что в компьютерах. Ну и надо сказать, что если мы сравниваем с компьютерами, то там операциональная единичка. Ну вот скажем, какой-то отдельный такой элементарный. Там, где записывается в память 1-0, 1-0, это такие переключающие транзисторы. У них два положения. Ну это бинарная логика, двоечная логика машины. А здесь все-таки этот синапс, это далеко не бинарный. У него 15-20 состояний. То есть мало того, что миллион миллиардов контактов, да еще каждый контакт 15-20 состояний. Где-то мы переключили там из 13-го состояния в 15-е всего лишь в один контакт. И уже что-то другое стало. Поэтому комбинаторика вот таких возможных переключений и получается комбинаторика возможных состояний мозга, она просто астрономически велика. Если так посчитать, это уже... Она кажется неисчислимой, но все-таки ее можно подсчитать. Ну вот кто-то подсчитал, да. И подсчитали, получилось, что количество комбинаций больше, чем атомов во всей Вселенной. То есть комбинаторика возможных состояний мозга сопоставима с разнообразием всей Вселенной. Ну, до атомов, по крайней мере. Мозг — это нечто особенное. И на мой взгляд, уже, так сказать, если забегая в конец нашей беседы или, так сказать, вот в текущем моем состоянии, что я думаю про мозг, то я бы сказал, что это самое сложное и самое загадочное, ну, можно сказать, самое таинственное материе во Вселенной. Вот мы сейчас попробуем разобраться, как же подойти к изучению этого мозга, но наша проблема сейчас немножко уже. Как к нему подключиться хотя бы, чтобы что-то, какую-то информацию получить из этого мозга. Ну, вот для того, чтобы понять, что же стоит за этой сложностью мозга, давайте все-таки еще раз немножко по поводу размеров мозга поговорим. Видите, здесь вот расположены примеры нескольких животных, какого-то количества животных, и дан подсчет, сколько нейронов у этих животных. Ну, например, вот у мышки 71 миллион. Ну, напомним, что вот мозг человека 86 миллиардов, а здесь мышка, мышка тоже высокоорганизованное существо, она такая хитренькая, умненькая. По части генома, во всяком случае, она считается сопоставимой. Да, совершенно верно, да, и число генов примерно то же самое. Да, и традиционное сопоставление мыши и мыши. Да, несмотря на то, что она маленькая, конечно, у нее своя такая мышиная жизнь, но все-таки довольно разнообразная. То есть, всего лишь 71 миллион обеспечивает такую разнообразную жизнь. Ну, что-нибудь там еще можно выбрать. Крыса, ну, вот, оказывается, посложнее. 200 миллионов, кто-то еще там 204. Ну, там можно выбрать каких-нибудь, давайте сразу такую самую ближайшую обезьяну, макаку, например. 6 миллионов. Самое такое умное существо до человека на Земле, это обезьяны. Ну, 6 миллиардов нервных клеток. По сравнению с 86-ю. То есть, очень сильный отрыв. Конечно, здесь не присутствует мозг той обезьяны, от которой непосредственно произошел человек, древесные обезьяны, которые жили на деревьях. Но это тот же самый, примерно был мозг. Примерно такой же, как здесь. Очень сильный отрыв. А что же такого нового произошло? Ну, кстати говоря, можно сразу подумать, что все-таки на Земле существуют и большущие животные. Слоны, например. Сколько же у слона, например, нервных клеток? Вот мозг африканского слона. В сопоставлении с человеческим мозгом, ну, примерно в 2-2,5 раза он может оказаться тяжелее, чем у человека. Сколько же у него тогда там нервных клеток? Ну, неужели, так сказать, сопоставим? Оказалось, в общем-то, недавно довольно точно подсчитали. Не 86 миллиардов, а 260. 260 миллиардов. То есть, отрыв еще, мы тут считали отрыв от обезьяны, а, в общем-то, у самого человека, в общем, не так уж много нейронов по сравнению с мозгом слона. То есть, фраза «восланы помнят все», она, как бы, имеет такую иллюстрацию. Ну, что-то для чего-то же должны быть эти 260 миллиардов нервных клеток у слона. Внимательное изучение этих нервных клеток, антомическое, показало, открыло тайну этого превосходства слона. Дело в том, что есть такая структура, вот у человека, она называется мозжечок, и вот здесь вот у слона это мозжечок. Это структура, которая управляет координацией движений. Это самостоятельная такая область для любого мозга, и очень такая сложная, она фактически расчетная. Там мало такого специального интеллекта, но расчет должен быть очень такой квалифицированный, потому что у нас много степеней свободы, много мышц, и каждое движение, каждый перенос, центр тяжести, это расчет очень многих степеней свободы. Если вынес руку вперед, что-то должно измениться у меня в теле с других мышцах, чтобы отклонить тело назад, иначе я просто упаду. И вот этим занимается мозжечок. Так вот 97-98% нервных клеток в мозгу слона относятся к мозжечку. И всего лишь 2% к тому, где у нас расположено эти 80 миллиардов. Так что, конечно, слон не сопоставим по количеству клеток именно в той части, которая работает как анализ и аналитика внешней среды и так далее. Это все моторный контроль. При таких размерах нужен вот такой орган, который удерживал бы это огромное тело. Совершенно верно. Видите, много мышц. Правильно его ориентировал. Да, потому что мышечная масса очень большая, а между тем мышечные волокна, они такие же, как у человека. К каждому мышечному волокну должно подходить по окончанию, нервному окончанию. Значит, на каждое волокно, грубо говоря, должен быть свой нейрон. Ну, а волокон больше, значит, больше нейронов. Так что здесь, к сожалению, или к счастью, Пальма первенства за человеком, его 86 миллиардов, это несопоставимо. Ни с какими другими животными видно, что здесь какой-то суперотрыв, что-то такое совершенно неожиданное относительно животных. И, конечно, вот возникает этот самый вопрос. Для чего же нам такой сложный мозг, если уже все остальные животные, но уже обезьяны, они хорошо себя чувствуют в природе, они полностью приспособлены, но уже живут много-много миллионов, сотни миллионов лет, значит, они приспособлены. Что такое у нас в мозгу, что такого, что сильно отличает нас от животных? Ну, вот здесь, чтобы как-то ответить на этот вопрос, давайте мы посмотрим какие-нибудь тесты. Вот, например, здесь я бы предложил посмотреть, что здесь вот такое нарисовано, что это такое, так, сходу, можно ли тут понять? Ну, лодочка. Лодочка, видите? Ну, может быть, от того, что я видела уже. Да, но вообще-то довольно трудно. Мне уже трудно вернуться в свое несведующее состояние. Кто-то знает эту картину, кто-то, значит, у кого-то натренировано воображение, но, в принципе, трудно, так, сходу, тесты показывают трудно. Но если мы вот так перевернем, то, конечно, это лодочка, вот она. И никто уже, это знаменитая картина, и здесь уже никаких сомнений нет. Но почему же нет сомнений? Я не вижу деталей этой лодочки. Вот давайте мы крупнее вот эту вот часть, крупнее изобразим. Ну, где здесь лодочка? Ну, вот видно просто, вот один мазок черной краской, вот другой мазок, и вот третий мазок. Ну, еще что-то здесь такое, сделано еще несколько мазков. Все, формально никакой лодочки здесь нет. Формально вы ошибаетесь. Никаких деталей вы не можете привести, чтобы сказать, что это лодочка. Но ваш мозг подсказывает, что это лодка. Действительно, это так. Значит, мозг делает какие-то дополнительные операции по сравнению с тем, что он видит в физическом мире. И дальше вот он уже идентифицирует в своем воображении, что это такое. Что-то тут уже такое специальное мозг делает. Ну, давайте посмотрим, как бы физически, что тут может происходить. Вот на эту картинку обратим внимание. Она нам знакома, в общем-то, я думаю, со школьных учебников. Если перед нами есть какой-то объект, то он проецируется на заднюю поверхность глазного яблока в перевернутом виде. Ну, просто потому, что здесь в отверстии, которое называется у нас зрачок, есть хрусталик. Хрусталик это просто как линза действует. И переворачивает по оптическим законам, просто переворачивает изображение. Поэтому получается, что мы имеем картинку в своем глазу обращенную, обратную. Если я бы вот здесь исходно этот предмет перевернул, в данном случае девушку, перевернул бы это изображение, и вроде бы это было бы как-то неправильно, но зато на сетчатке уже было бы все правильно. И вроде бы то изображение, которое я вам показывал вверх ногами, его легче нужно было бы рассматривать и, так сказать, разбирать, понять, что там есть, чем если потом я его вроде бы в правильное положение перевернул. Но нет. Что-то тут такое получается, что-то почему-то человеку затруднительно, если это изображение я переверну. Ну, как пример, почему так получается, вот очень давно был сделан такой эксперимент, человек просто одел очки с такими линзами, которые переворачивают, исходно переворачивают то, что мы хотели вот здесь сделать, обернуть. Поэтому вся зрительная среда, она уже перевернута. Было интересно, ну и как теперь будет жить человек с перевернутым изображением. Оказалось, что ничего, привыкает, там одна-две недели, и как-то он уже осваивается в этом мире, и все в порядке. И все видит так. Да, и все в порядке, и спустя какое-то время, вот уже для нас это уже тоже давний эксперимент, ну вот сделали аккуратный эксперимент. Человеку предложили делать какой-то там тест, ну что-то там перебирать, перекладывать карты внимательно, и где он мог делать, измеряли за какое время он эту задачку решает. Вот оказалось, что если ему в течение 15-16 дней давать эту задачку, он ее делает примерно за 100 секунд в каждый день. Вот это 100 секунд, и вот это дни у нас, и вот это его, так сказать, кривая, как он успевает. Теперь переворачиваем, одеваем ему очки, резко увеличивается время выполнения задачи, ему становится все это трудно делать, ну мир перевернут. Но тем не менее, где-то через неделю, через две, все становится на свои места, очки одеты, вот это вот такая затемненная область, это очки одеты. И практически то же самое, за те же 100 секунд что-то произошло в мозгу. Если теперь очки снять вот в этот момент, то происходит некоторое очень быстрое, некоторое ухудшение по сравнению с тем, что было, хотя теперь уже все предметы на своих местах, немножко есть ухудшение, но оно быстро пропадает. Вот я хотела спросить, это быстро проходит, да? Да, быстро проходит, и все в порядке. Что же происходит? И здесь у нас возникает такое неожиданное предположение. По-видимому, мозг приспосабливается к тому, что ему показывает природа, и пересчитывает, в данном случае просто пересчитывает координаты. Ну что ж, хорошо, там минус на плюс, перевернем. И поскольку это происходит в мозгу, ему там не нужно таскать все эти предметы, переворачивать их, как во внешнем мире, тормашками, то это просто чисто какие-то вот такие математические, можно сказать, операции, пересчеты координат, ну и все, и человек начинает жить уже в мире пересчитанных координат. И более того, когда приходится опять пересчитывать, здесь уже это происходит очень быстро, потому что, видимо, эти две модели уже хранятся. Та модель с обычным нашим рассмотрением, она никуда не делась, она хранится. И как только мозг обнаруживает, что здесь что-то повернулось, начинает пересчитывать координаты. В первом случае никогда человек не носил таких очков, это длилось некоторое время, ему нужно было пересчитать координаты. А когда нужно было вернуться к исходной модели, ну, дам просто переключение к готовому же способу. Ну, можно сказать, почему же он так долго пересчитывает, целых две недели по такой простой задачке. Ну, все относительно. Да, не такая простая, потому что надо пересчитать не просто какую-то отдельную картинку, нужно пересчитать все в динамике. То есть, когда я вот провожу так руку в пространстве, это тысяча положений. Каждое из этих положений должно быть пересчитано в какие-то координаты. Ну, а я же все-таки много делаю движений или кто-то. То есть, как бы пиксели, условно говоря. Да, и надо пересчитать буквально на каждый пиксель. Поэтому это такая большая вычислительная задача, нужно приспособиться. В общем, вот здесь получается такой пересчет, и мозг занимается пересчетами внутри своей головы. И вот возникает предположение, что, возможно, мозг как раз потому и сложен, что он должен держать в голове модели физической реальности. Причем не просто как картинку. Ну, картинка, вот мы знаем, там есть какая-то картинка, там, скажем, 2 мегабайта или 20 мегабайта, она имеет конкретные объемы, информационные объемы. Ему нужно держать в голове динамические модели. То есть, те, которые живут непрорывно. И тут уже это не набор картинок, это значит, должны быть какие-то уравнения, вот эти движения, да, все это дело. Я вспомнила последнюю Нобелевскую премию, вот эти грид нейроны, это отцу из этой области. Ну, конечно, да. Нейроны, которые позволяют ориентироваться в пространстве. Да, совершенно верно. Это открытие получило Нобелевскую премию 2014 года. Да, в прошлом году как раз действительно были открыты системы, которые моделируют пространство внутри головы. И внутри этого пространства можно уже ориентироваться. И вычерчивать траектории движения, там, расставлять знакомые предметы или знакомые места, куда нужно передвигаться, перемещаться. Так что в голове функционирует такая полноценная модель, ментальная модель, конечно, физического мира. И вот мы уже фактически начинаем ориентироваться именно в этой модели, потому что, ну, там пересчитываются все координаты. И наш вопрос теперь такой, ну что же, сложный мозг, много нейронов. Да еще на нейронах разыгрываются эти самые ментальные модели. Как подойти, как что-то с ним сделать, как можно попробовать получить какую-то информацию о том, что там происходит. Я выбрал только несколько, конечно, таких примеров. Ну вот один из таких примеров показательных. Вот Элеонора Магуайр из Великобритании. Она хотела посмотреть, действительно ли, ну, найти какой-нибудь участок, который привязан к понятной нам функции. Например, к памяти. Где это место и как оно реагирует, как оно связано с этой нашей памятью. Объектом исследования она выбрала лондонских таксистов. Это интересный объект, потому что таксистами в Лондоне становятся через пять лет, после того, как первый раз они сели за руль такси. Много экзаменов, много, так сказать, сдач, сертификаций. Пока через пять лет, если все гладко, значит, человек становится таксистом. Ну, они говорят, что примерно отсеивается примерно 60%. И вот 40% уже настоящих таксистов. И она взяла вот этих настоящих таксистов методом магнитно-резонансной томографии, который хорошо прорисовывает структуры мозга. Отследила много, значит, лондонских таксистов взяла, и много обычных людей, не таксистов. Чтобы выявить, где же разница? Нашла. Она нашла разницу вот в этом месте. Это мозг человека, если сбоку смотреть, вот эта вот височная доля, это нам знакомый мозжечок, а вот эта структура называется гиппокамп. Вот в середине этого гиппокампа она нашла увеличение. Увеличение у лондонских таксистов. Достоверное статистически. Да, 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 конечно, да. Но в тот момент ей даже за это изобретение условно присудили такую и гнобелевскую премию. Ну, то, что у нас называется шнобелевская премия, мол, такое, ну, затейливое, затейливое, конечно, открытие, но ни к чему. Ну, лондонские таксисты при чем-то. Но все-таки у нее была вот эта затея, а ведь возражение какое? Может быть, в таксисты шли люди с исходно увеличенным вот этим участком? Ну, и им это как-то хорошо давалось, как и у всех есть какие-то задатки. Потому они прошлись, если не отселись. Да, да, и просто в этом нет. Ей хотелось доказать, что это развивающиеся свойства. Тогда она взяла всех таксистов от первого года, второго, третьего и так далее. И показала, что по мере того, как таксист, человек становится таксистом, это зона увеличивается. Более того, те, которые неспособны, ну, их недостаточно увеличивается. То есть она динамику увидела. Совершенно верно, да. Поэтому сейчас она такая, такой элитный профессор, работает в очень таком хорошем институте неврологии в Лондоне, очень-очень знаменитом. Но нас это заинтересовало, это пример, скажем так, нашего интереса, как устроен мозг. Потому что становится ясно, что это какая-то очень-очень такая сложная система, многосвязная, где есть такие отдельные модули. Вот какой-то наш модуль, который вот сейчас подсмотрела Магуары, это вот какой-нибудь такой вот желтый квадратик в этой огромной-огромной схеме. Поэтому, чтобы распутывать эту схему, конечно, нужно было бы как-то попробовать, как к ней подключаться вообще, чтобы можно было почувствовать ее динамику активности, этой схемы. И нам давайте посмотрим, это к вопросу о том, как подключаться, как же в принципе, вообще, в принципе, возможно, что-то, к чему-то подключаться. Ну вот, видите, здесь показано, вот здесь, это реальная фотография, это вот реальные нервные клетки, их размеры, ну, примерно раза в три, в четыре, может быть, в пять меньше, вот среза человеческого волоса, примерно 10 микрон, да. И вот здесь, к этой клетке подошел микроэлектрод. Его кончик, это примерно один микрон, два, три, в общем, единицы микрона. Вот на таком расстоянии этот микроэлектрод чувствует электрическое поле вот этой нервной клетки. Электрические поля, они связаны с тем, что клетки, так уж природа сделала, мембрана, которая покрывает нервные клетки, она обладает такими свойствами, что создает разность потенциалов. Внутри более отрицательные, а снаружи более положительные. И когда эти потенциалы начинают меняться, вот этим электродом можно зарегистрировать это поле изменения этого потенциала. И таким образом подслушать, подсмотреть активность нервной клетки. Ну, такая вот большая клетка, разветвленная, ну, правда, у нее всегда один отросток. И много-много таких вот отросток, по которым уходит информация от этой клетки, но много таких отросточков, которые принимают информацию к этой клетке. Те самые 10 тысяч контактов. Ну, и вот так вот видно, как работает отдельная нервная клетка. Это вот такие отдельные вспышки потенциала, изменение потенциала этой самой мембраны. Вот здесь вот молчание, она ничего не делает, эта клетка. А вот здесь вот очень какая-то сильная активность. Наверное, она передает сообщение по этому вот отростку другой клетке. Какое сообщение, какой там код, это мы не знаем. Но, во всяком случае, это можно подслеживать прямо на целом животном. Вот тут вот у нас, я, правда, боюсь сказать, это крыса или морская свинка. Вот, но можно вживить в мозг такого маленького животного даже не один, а сотню сейчас, это, возможно, сотню микроэлектродов, подключить их вот к этим системам усиления, передачи. И вот через этот проводок, а вообще-то говоря, можно и беспроводным образом регистрировать отдельные клетки. Крыса бегает у нас там по столу или где-то в открытом поле. И при этом можно следить за активностью нервных клеток. Вот один из способов подключения непосредственно к работе отдельных нервных клеток. Но есть и вообще экзотические. Вот сейчас это одна из самых последних, самых последних. Вот работа 2013 года, это сейчас продолжается. Одно из самых последних достижений. Вот такой регистрирующий элемент. Это такой кубик, размером все примерно как нервная клетка. 50 микрон. Это та самая нейронная пыль. Совершенно верно, да. Нейрональная пыль, нейронная пыль. Он такой маленький этот... То есть пытаются телепатию моделировать. Ну... Я читала. Вы знаете, телепатия это передача мыслей на расстоянии. Если двум людям эту пыль туда засеять, они могут между собой посредством этой пыли понимать друг друга. Да, но посредством вот конкретных устройств, а не какими-то мистическими силами. Ну вот действительно, видите, такой кубик, это регистрирующий отдельный элемент. Вот здесь две площадочки, которые чувствуют разность потенциалов металлические площадочки. Но самая главная идея, что вот весь этот объем в основном занят пьезоэлементом. То есть колебания вот этих вот потенциалов, которые здесь регистрируются, передаются в колебания пьезокристалла. И таким образом создается такая ультразвуковая волна, которая может быть перехвачена уже дальше приемника. Ему же нужна энергетика. Здесь же все-таки регистрирующие электронные элементы. Значит, нужно подкачивать как-то энергию. Здесь невозможно уже батарейку разместить. И делается обратно. Внешнее ультразвуковое поле заставляет колебаться этот пьезокристалл, и он накачивает там электричество. Совершенно автономная вещь. И вот такие вот кубики можно просто вживить в кору головного мозга. Ну или в мозг. Вот здесь вот одна такая вот большая извилина. И прямо сюда вот эти вот маленькие точки вживлены вот эти квадатики. Причем что значит вживить? Просто таким пистолетом, которым, допустим, делают инъекции. Точно так же сделать как бы такую инъекцию, оно распылится буквально как пыль. Их много-много может быть, десятки тысяч. И каждый из них регистрирует. И передает уже на приемничек, который расположен прямо на коре. Тут просто большей мощности не хватает. Но а с коры это все передается уже на приемник, который находится на черепе. И вся система начинает работать. Поэтому и это все сейчас сделано на животных. И в принципе можно было бы теперь не просто там 10-100 электродов, а десятки тысяч. И это такой-такой экзотический вариант. Но есть варианты и с помощью проводков, проволочек. Вот уже стандартный модуль, который просто продается сейчас в магазине. Тут 96 таких иголочек. Они очень вот видно, что это длиной примерно миллиметр. Их можно так вколоть в кору головного мозга. А кора это примерно 4-3-4 миллиметра. Значит, наполовину тогда вколоть. Вот этими кончиками они будут чувствовать потенциалы нервных клеток. Но это уже отдельный модуль со своей энергетикой, со своим передатчиком. Все это можно вколоть, вживить, зашить. И все, у нас внутри действует вот такой регистратор передатчик. Да, ну это вот можно сказать чип, вживленный чип. И причем это уже то, что действительно можно купить в соответствующих, там соответствующих, где там производится это, фактически в магазине. И исследователи могут использовать это, если у них там остальные инструменты имеются. Ну вот здесь, например, в лаборатории, о которой вы уже говорили, лаборатория Николелиса. Они работают на обезьянах, и они тоже стараются сделать все более-более такое мощное подключение. Здесь вот одна из работ уже 2014 года в Nature Methods, где они показали, что могут вживить порядка 1800 электродов. Это вот такие пачки, пачки таких очень-очень тонких проволок. Вот это вот сверху видно уже голова обезьяны, и видно вот эти модули, разъемы, где каждый из них там по 800, по 500 электродов. И все это хозяйство вот здесь вот в наиболее полном виде подключается уже дальше к регистрирующим устройствам. То есть контакт с мозгом становится все более и более таким плотным, мощным. Здесь вот от этих вот и почти 1800 электродов получена регистрация 1900 нервных клеток, потому что некоторые из проволочек, они чувствуют, захватывают сразу несколько нервных клеток. И поэтому одновременно можно регистрировать 2000 нервных клеток. Вот здесь вот такая вот графика, где каждая такая отдельная полоска – это следы активности отдельного нейрона. И там затемнение на этой полоске – это разряды буквально каждого такого спайка. Вот видна вот эта вот вся сложная картина разрядов около 2000 нейронов. Дальше надо с ними разбираться, расшифровывать, как это делать. Это другой вопрос. Но во всяком случае, видите, методы подключения сейчас становятся все более и более изощренными. Но к чему можно прийти? Давайте посмотрим, что дает нам такое подключение. Что интересного можно получить, что интересного можно узнать о том, как работает мозг. Ну, в данном случае, одна из очень красивых работ – это работа 99-го года, где авторами которой является, опять же, Николелис, но вот вместе с Чапином. Это две такие фигуры, которые очень много сделали в этой области. Есть и другие, но мы, значит, наиболее показательные сейчас такие примеры рассматриваем. Вот крыса. Она, ее так немножко ограничили в движениях, закрепили так, просто чтобы она не убежала. И чтобы лапки были свободны. Перед ней рычажок. Рычажок, который может пододвинуть к ней поилку. При этом крысу некоторое время не поили, ей не давали воды. И поэтому, в принципе, она хотела бы, она испытывает некоторую жажду. И она быстро научается вот этим рычажком двинуть и пододвинуть к себе поилку. Это довольно быстро. Крысы очень такие сообразительные. Быстро научается. В общем, она не испытывает дискомфорта. Ну, разве что вот она убежать не может из этого места, где экспериментатор с ней работает. Но одновременно крысе вживлено здесь, ну, здесь порядка 40 электронов, вживлено в кору головного мозга, в моторную кору. Идея автора была в следующем. Подсмотреть, что какая модель перераспределения активности у этих нервных клеток непосредственно перед тем, как она двинет лапкой. Можно сказать, что в этот период, перед движением, это период замысла, намерения, что я хочу двинуть там рычажок. Ну, она, наверное, так себе не представляет, у них таких мыслей нет, но, по крайней мере, это период плана, замысла. Нельзя ли вот в этой модели, как-то нейроны уже активируются каким-то особым образом, в этой модели подсмотреть замысел? Ну, вот здесь такая вот графика, это опять у нас в каждой строчке, это работа отдельного нейрона, и чем краснее, тем сильнее этот нейрон работает. И вот видно, что вот в этот, здесь вот период ноль, это момент, когда крыса уже двинула лапкой. Но непосредственно перед этим моментом, за какую-то четверть секунды, уже можно усмотреть, что нейроны как-то особым образом тут работают. Осталось только создать эту модель, ну, можно сказать, математическую модель перераспределения. Один нейрон, потом другой, потом к этому вернулись, еще как-то, но они перемигиваются между собой довольно сложным образом, но нужно создать эту модель. Если бы создать такую модель, то тогда возникают такие невиданные возможности. Подсмотрели замысел и тут же передали эту команду к электромеханическому устройству, которое саму пододвинет паилку. Получается, замысел есть, и тут же паилка поддвигается, уже даже лапой не надо делать. Не надо двигать. Что она будет продолжать этим заниматься? Нет, она довольно быстро поняла, что здесь нет смысла никакого действовать лапой. Хочется пить, она подумала, паилка подъезжает. Поэтому, да, это вот первая модель, которая показывает, что мозг очень быстро, вот здесь внимательно, вот это слово, пересчитывает ситуацию. Не только внешнее изображение, но теперь он пересчитал, как ему работать с этой паилкой. Он понял, что достаточно организовать какую-то активность нервных клеток, кто-то там что-то делает, это ему уже неинтересно. И паилка подъезжает. Осталось просто организовать активность этих нервных клеток. Поэтому мозг очень быстро идет на компромисс вот в такой ситуации. Это вот первые такие реально работающие интерфейсы между мозгом и техническими устройствами. Интерфейс, получается, включает в себя вот этот регистратор, надо зарегистрировать эти все нервные клетки. Потом всякие алгоритмы, которые расшифруют, создадут модель вот этого предсказания, этого плана. Ну, уже сформируют команду для того исполнительного устройства, которое в данном случае интересно. Ну, вот в данном случае это была крыса. На обезьянах, конечно, это было тут же сделано. Вот там работа уже 2013 года. Обезьяне точно так же давали рычажки. Но только у нее задача была более сложной, адекватной ее интеллекту. На экране были нарисованы виртуальные руки, которыми она могла двигать вот этими рычажками. Но руки эти должны были не просто двигаться, а прихлопывать две тарелочки в определенной последовательности. И тогда, там какая-то существовала последовательность, она получала сок, апельсиновый сок. Для нее это очень такое хорошее лакомство. И было интересно. Ну, она научалась двигать этими руками, виртуальными руками через джойстики без всяких проблем. Буквально за полчаса обезьяна для нее это очень быстро. Ну, так же, как у крысы, здесь подслеживали ее электрическую активность. Уже много электродов, вот как мы видели, уже здесь расположено сверху, если смотреть на голову обезьяны. Здесь много блоков разъемчиков и много нервных клеток. И здесь уже создавались модели для руки, для движения руки. Ну, что же, она это тоже быстро осваивала. То есть, она тоже действовала без рычажка. Но это сделано было, это уже работа 13-го года, а работа с одним рычажком была сделана еще раньше. А вот здесь вот важно две руки. Дело в том, что нужно было координировать. И одно дело подсмотреть модель, намерение двинуть одной рукой, а другое дело подсмотреть намерение, содержащее координацию двух рук. Сможет ли эта обезьяна освоить? Ну, конечно, она освоила. Она запросто владела вот уже как бы силой мысли. Она управляла этими виртуальными руками на экране. И, в общем, не было никакой проблемы. Случайным образом однажды Николелис увидел, как его аспирантка ошиблась. Она забыла подключить вот эти, так сказать, руки, джойстики к устройству. И обезьяна, хоть она и ворочала этими джойстиками, но она не передавалась сюда. Тем не менее, она научилась управлять виртуальными руками. Она, еще не научившись работать джойстиками, научилась управлять виртуальными руками. И дальше уже сделали такие эксперименты, где руки обезьяна клала просто под... Она их просто не видела, их накрывали. Она ничего им не делала. Ей просто показывали, как ловко здесь вот эти виртуальные руки хватают в эти тарелочки. И при какой-то комбинации она получает сок. Мозг подсмотрел эту комбинацию, а ученые подсмотрели, какова модель этого плана работы. И обезьяна выучилась, даже не работая самими рычажками. То есть, вот головой только. Вот у нее эта корона, как бы это, собственно, оно и есть. Там уже и сами электроды, и сами регистраторы, расшифровка вся этого дела. Все это, всего этого дела. Ну, сейчас это беспроводным образом делается, это уже никому не удивительно. Но алгоритмика этого всего дела, она действительно такая затруднительная. Не так-то просто воспроизвести. И вот в результате обезьяна, регистрируется у нее сигнал, дальше этот сигнал расшифровывается, классифицируется, выделяются вот эти вот модели управления движением, передаются уже на эти виртуальные руки. Так что, ну все, сейчас подключение тут довольно полное. Теперь уже подключение настолько хорошее, что с помощью этого подключения обезьяна может управлять внешними предметами. Ну, опять же, мозг идет на компромисс и пересчитывает свои модели под управление, ну, таким образом, которые ему предоставила теперь уже. Сообразной ситуации, да. Да, но теперь это предоставила ему не природа, а уже исследователи, они же искусственно все это сделали. Так что, так что мы имеем уже такой выход, то есть прямое управление от мозга. Уже подключение настолько хорошее, что можно управлять внешними, внешними исполнительными устройствами. Но вопрос возникает в том, что заключается в том, что это такое управление, можно сказать, открытого типа. То есть мозг не получает информации о том, правильно ли было сделано или неправильно. Конечно, мозг получает подкрепление в виде сока, это, конечно, есть. Но в процессе движения этих виртуальных рук мозг никакой информации не получает, разве что он видит, обезьяна видит, как действуют здесь руки. Но зрение для мышечных движений – это далеко не главный канал. Главный канал – это все-таки мышечное чувство. И когда я переношу руку, и там вот я, допустим, не смотрю, и довольно точно, видите, точно определяю, где стакан, это означает, что постоянно мозг чувствует, где находится моя рука, потому что в каждом мышечном болотне есть рецептор, есть датчик положения, датчик его степени сокращения. Таким образом, все вместе датчики говорят нам о том, где находится моя рука, и я могу спокойно, видите, не глядя. И оказывается, это и есть главная обратная информация от мышечного действия. Это мышечные рецепторы, а не зрение. Бывает, человек страдает такой болезнью, где мышечная чувствительность пропадает, и если он так чисто зрительно будет видеть стакан, допустим, то взять ему его будет очень тяжело, да, вот так примерно наводящими движениями еле-еле, хотя, казалось бы, он перед глазами. А он не чувствует свою руку. Да, если он не чувствует. И здесь, таким образом, мы видим одну из сторон деятельности мозга, как он ориентируется. Он здесь, в данном случае, ориентируется на мышечное чувство. Ну и вот, и нужно как-то было бы сделать так, чтобы результаты деятельности этой руки напрямую передавать в мозг. Вот это тоже, это я взял просто одну и ту же лабораторию, просто она мне ближе, я там бывал в этой лаборатории. А вообще-то говоря, это не единственная лаборатория, но все-таки их считанное количество в мире. И здесь вот задачка другая, здесь виртуальная рука, то же самое, все то же самое, казалось бы. Но здесь надо хлопнуть по одной из тарелочек, а одна из них обладает особым свойством. Она такая, с мелкий в мелкий такой квадратик. Глазами она не видит. В квадратика, эти квадратики, это нужно ощупать виртуальной рукой. Но виртуальная рука, как это ощупывает? Она хлопает по квадратику, по тарелочке. Если она как раз та искомая, в мелкий квадратик, и она задержит там некоторое время руку, она получит сок. Но как узнать, это в мелкий квадратик или не в мелкий, чтобы задержать эту руку? Вот сделали так. Если это правильная тарелочка, то мозг начинает стимулироваться электрическим током, допустим, 400 стимулов в секунду. Если руках хватает неправильную тарелочку, тогда тоже стимуляция, но 200 импульсов в секунду. И вот это различие надо было посмотреть, научится ли мозг различать эти две ситуации. Тогда обезьяне не нужно ничего видеть. Там какой-то получается аналог мышечного чувства. Здесь вот на карте видно, как расположены электроды на коре головного мозга. Вот эти вот белые, это как раз регистрирующие. А вот красные, это стимулирующие. Вот они теперь работают все вместе. Обезьяна виртуальной рукой хлопает по тарелочке и прислушивается к чему-то. Она сама не знает, в мозг что-то поступает. Мозг быстро учится. Ну, поступает какая-то стимуляция. Быстро сопоставляется, когда получается этот самый апельсиновый сок. Все. И, значит, теперь уже система работает в полностью замкнутом режиме. И, так сказать, команда дается на движение этой виртуальной руки. И в то же время мозг прислушивается к тому, что же она правильно ощупывает. Правильную тарелочку или неправильно. Полностью работающий, так сказать, вот интерфейс мозг-компьютер. Этого добились вот последние годы. Это последние там 3-4 года. Все это уже сейчас работает. Ну, в основном это все делается на обезьянах. Вот тот самый Николелис. Герой нашей передачи. Да, знаменитая, знаменитая, знаменитая вот схема, как это все делается. Ну, мы уже проходили это электроды, расшифровка, регистрация, расшифровка. И, в конце концов, чем-то можно управлять, например, манипулятор. Манипулятор. Мы все время видели эти виртуальные руки прямо на экране монитора. Но это может быть не виртуальная рука. Это может быть физическая дополнительная рука. Здесь прямо у нас может стоять на столе и, допустим, подавать мне стакан воды. И в тот момент, пока я жестикулирую своими главными, основными естественными руками, здесь мне могут подать стакан воды. Интересный вопрос. Сам Николелис поставил этот вопрос. Как же быть мозгу, если у него есть свои две естественные руки? Да мы еще приделаем ему с помощью интерфейсов мозг-компьютер механическую руку. Ну, манипулятор какой-то. Как у него там рассчитано все? Может быть, у него рассчитано только на две? Только на две? Да, и тогда он будет одной своей, одним манипулятором. Вообще откажется ему? Нет, все в порядке. И две руки можно сделать свои. И при этом манипулятор тоже будет работать. Мозг свою вот эту внутреннюю модель так рассчитывает, что теперь у него есть и третья рука. И можно спокойно перейти, в том числе и своими работать, и вот этой третьей. А это все-таки такой философский вопрос. Ведь мы такие, все существа, они имеют такую билатеральную симметрию, все-таки две конечности, левая и правая. Все это было сделано. Совершенно верно. И мы подстроены все, и мы даже строим себе всю среду обитания таким образом, чтобы у нас хватило на две руки. А тут появляется совершенно другая, получается такое не двумерное, манипуляторное пространство, а трехмерное, четырехмерное. Может быть тут возникают новые возможности для человека вообще в оперировании вот в этой среде. Ну и мы вот в Николире в том числе показали, что мозг легко переходит на эту ситуацию. То есть у него достаточно хороший запас вот этой модели. Она может быть рассчитана на две руки, на три, на четыре. И этим можно пользоваться. Что, как пользоваться? Опять, это же схема. Что, чем может управлять мозг дополнительно? Ну, конечно, он может управлять курсором на экране, не трогая клавиатуру. И, допустим, у нас в лаборатории сейчас человек может печатать текст, просто сложив так руки, глядя на экран и просто думая про одну букву, другую. И так, буква за буквой, человек может печатать текст. Не очень быстро, примерно там 12-15 букв в минуту. А если я буду двумя пальцами тут на клавиатуре это все делать, то это будет 100 букв в минуту. Но кому-то, и особенно пациентам, это важно. Ну, или, так сказать, точно так же можно эти команды давать не на печать буквы, а какие-то, нажимать кнопки исполнения каких-то команд. Ну, условно говоря, управлять реальным пультами. Но в данном случае, вот видите, для инвалидов это может быть инвалидная коляска, или же человек может искусственной рукой подавать себе какие-то... Ну, пример у вас дальше будет, там это классический пример. Хотя, конечно, видите, мы все говорили про то, что нужно сверлить дырочки и проникать электродами внутрь. Вот здесь вот кора, тут все-таки очень много, вот если в кору прямо вколоть эти самые электроды. Но здесь же потом еще кость, черепа, кожа, волосы. И мы пока что можем ставить электрод только вот на кожную поверхность. Это вот то, что называется неинвазивно. И интересно, можно ли вот такими электродами поймать эту информацию? Ну, вот можно, мы как раз этим занимаемся. И несколько лабораторий в Москве это делают. Что же действительно получается, да, если так подключиться, если подключиться к мозгу и попробовать дать человеку поуправлять искусственной рукой, сможет ли он, по крайней мере, подать себе в данном случае контейнер с напитком? Это все она думает. Да, здесь вот есть разъем, которым действительно подключен к внутримозговым электродам. И это, конечно, уникальные такие пациенты. Но в данном случае женщина очень много лет страдает последствиями инсульта. Она не может двигаться. Видите, у нее совсем-совсем маленький объем движений. И она не может говорить. И вот впервые, так сказать, она получила возможность обеспечить, ну, как бы самостоятельно подать себе вот напиток, контейнер с напитком. Это ей дается трудновато. Видите, это не в один прием, как мы делаем, собственно, естественной рукой. Причем это проблема не руки, это проблема ее нейронов, скажем так. Да, 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 мозгу тяжело настроиться на все это дело. Но, тем не менее, видите, ей удалось. Конечно, это не так все просто. Во-первых, вот эта сама рука, вот это, такое сложное кибернетическое устройство, которое должно прислушиваться к командам, которые исходят от мозга. Во-вторых, если немножко вернуться назад, то я, вы можете обратить внимание, что это 1959 день тренировки. То есть, несколько лет такого результата женщина добилась вот через много-много-много сотен дней тренировки. Это непросто мозгу это вот пересчитать. Это вот еще одна лаборатория. Здесь вот как раз там другая женщина и другая рука. Так вот, ну, в данном случае в Америке так делается. Две команды, и, так сказать, финансируются две разные руки, две разных лаборатории, Эндрю Шварц в данном случае. И вот он живил в своей пациентке не один такой наборчик электродов, который мы уже видели, который продается в магазине, а два. Вот один уже вживлен, к нему проводок идет. А здесь вот второй только устанавливается. Вот это такой специальный толкатель. Плашка с электродами, она устанавливается на кору. Вот здесь вот операционное поле, и вот это вот как раз одна из извилин. Здесь другая извилина. Устанавливается на извилин, но не вкалывается, чтобы не продавливать, а именно ударом резким вколоть. И вот это вот как раз такой толкатель, который примерно толкает точно на один миллиметр. И очень резко, и получается такое хорошее быстрое вкалывание без повреждения окружающих тканей. Ну а дальше все это заживляется, все. Вот здесь вот получается такой разъемчик проводной. Женщина управляла этой рукой примерно так же, как вот мы видели уже на слайде, на предыдущем. Но я бы сказал, гораздо лучше. То есть два лучше, чем один. Да, да, да. Увеличение числа электродов создает более такую богатую модель. Вот еще раз этот электрод, и это тоже работа 2012 года. Вообще говоря, по версии журнала Science, вот в 2012 году наиболее такими крупными достижениями, мировыми по всем наукам, включая там высадку на Марс, Меркурия и так далее, одно из таких достижений, это вот как раз вот эти работы с подключением к мозгу человека, информационным подключением, то есть когда человек уже может реально управлять внешними устройствами. Но, видите, здесь могут быть разные приложения, разные приложения неожиданные. В данном случае я хочу продемонстрировать просто один из вариантов. Это такая ситуация, где человек, где мы можем попробовать с помощью этих новых технологий изучить, как же работает мозг, вот собственно механизм мозга. В данном случае регистрировалась активность, вот здесь вот такой срез, и регистрировалась активность в этих областях, это примерно височные области. Области гиппокам, такие области, амигдал, это все такими к эмоциональным структурам, к структурам памяти, мы уже знаем про гиппокам. Вот там регистрировалась активность отдельных клеток. Здесь нам знакомые треки, вот каждая такая вертикальная палочка, это разряд нейрона, а горизонтальная, это вот конкретный тест. А тестом являлось что? Людям в такой ситуации показывали множество картинок. Ну, кстати говоря, конечно, это не какой-то здоровый испытуемый, который согласился делать дырочки, это запрещено, никто это не будет делать. Это в ходе медицинских каких-то обследований. В данном случае по поводу эпилепсии много таких случаев, когда нужно электроды опускать вот в гиппокам. И там ловили вот эти нервные клетки. Показывали много картинок, ну много, это могло быть тысячи. Было интересно, это первый интерес, который можно реализовать, вот в данном случае это MoranServe. Что же будет происходить с этими нейронами при разных картинках? Ну, что-то происходило, но он поймал какую-то уникальную особенность. Были такие нервные клетки, которые никакие картинки не реагировали, кроме одной, какой-то специфической отдельной картинки. Ну, в данном случае вот известная картинка, это Мерлин Монро. Вот у кого-то была реакция именно на это, вот несколько, много тестов. И вот в этом месте, когда предъявляли картинку, нейрон давал большую активность. Ну, у кого-то не Мерлин Монро, а другой какой-то актер тоже давал реакции. Но этот конкретный нейрон ни на что больше не реагировал. То есть, это вот внутри мозга существует эта модель, очень строго и с нейронами, которые точно рассчитаны почему-то вот на картинке. Но на картинке ли, поменяли картинку, это была по-прежнему Мерлин Монро, но другой ракурс, в другой одежде, и вообще другая картинка, вообще только одно лицо. Все равно этот нейрон реагировал. Это было связано, получается, не... То есть, дело не в оголенной ножке. Да, не в антураже, в общем, не в эмоциональном каком-то восприятии. Более того, можно было просто написать Мерлин Монро, и этот нейрон реагировал. Если бы написать там другое какое-то имя, он не реагирует. То есть, получается, что этот нейрон не просто настроенный на картинку, он настроен на концепцию. Он настроен на концепцию Мерлин Монро. Ну, и, конечно, это нейрон у данного человека, у другого, может быть, таких вот нейронов не... Ну, да, у какой-нибудь футболиста. Да, другое что-нибудь, да, может быть. Но важно, что такие нейроны концептуальные есть. И мы сразу должны оговориться, что здесь уж так повезло, потому что, ну да, такой нейрон нашли. Но это не означает, что он единственный. По-видимому, это целая система. Если бы мы могли точно знать, где эти нейроны расположены, опустили бы туда электроды, то все эти нейроны реагировали бы на эту картинку, на эту концепцию. То есть это целая система, конечно. И мы поймали только один нейрон из всей этой системы. Но все-таки вот это, так сказать, такое открытие Морона Серфа. Открытие того, что мозг в этой модели, которая содержит мозг, существуют такие пулы нейронов, настроенных на концепцию. Ну, а дальше интересное приложение. Что если мы этого испытуемого с этим электродом оставим сидеть? Не будем уже показывать ему картинки. И будем просто следить за этим нейроном. Он же все время молчит, раз ему не показывают картинки. А вдруг он начинает работать. Картинку не показываем. Что же это может такое быть? Видимо, эта картинка или концепция возникла изнутри. И нейрон сработал. Вспомнил. Да. То есть получается, вот нейрон этот, он не то, что помнит или вспоминает. Человек вспомнил это. Да, да. Это элемент системы, который активируется в ситуациях, когда нужна эта концепция. С какой стороны нужна, каким образом, каким боком вообще ему потребовались эти нейронные системы, которые настроены на концепцию Мерлин Монро, мы не знаем. Но мы можем детектировать вот это намерение, использовать эксплуатацию какой-то конкретной концепции. Ведь когда мы показывали ту самую крысу, у нее была простая концепция. Я хочу пить. Здесь более сложные концепции. Конечно, мы можем говорить только о чтении концептов. Мы не можем говорить о чтении мыслей. Потому что, видите, мысль разнообразна. Мы не знаем, почему, каким боком коснулось его мышление в этот момент. Это очень важный момент, да. Да, но чтение, но мысли мы прочитать не можем. Вас, наверное, часто спрашивают, а читаете ли вы мысли, а можете ли вы журналисты. Да, да, конечно, конечно. Но я отвечаю в таких ситуациях, что все, что мы знаем сейчас о мозге, и вообще все, что мы знаем о физических законах реальности, говорит о том, что мысли прочитать нельзя. Но как каким-то образом коснуться вот этих намерений человека или животных, мы можем. Ну, а вот как использовать это для блага, для пользы человека, не для того, чтобы подслушивать его какие-то тайные мысли. Это вот отдельная история. И, конечно, нам здесь, если это делать практически, подслушивать эти намерения, то, конечно, лучше использовать вот так называемый неинвазивный подход, где электрод находится прямо на кожной поверхности головы. Это реальная микрофотография корковой области. Вот так устроены нейроны. Тут много-много мелких нейронов. Есть вот это так называемые пирамидальные нейроны, которые вертикально так расположены в коре. Вот они, собственно, и создают своими токами, создают то, что мы отлавливаем, ловим большими электродами на поверхности кожи. Это метод, ну, известный в клинике, в поликлиниках, как электроэнцефалография. Но он используется обычно для диагностики каких-то заболеваний. Мы же используем, и мои коллеги, которые работают в этом направлении, этот метод для того, чтобы сигнал, который мы получаем от мозга, не, так сказать, рассматривать с точки зрения диагностики, а с точки зрения командного сигнала для управления внешними исполнительными устройствами. Ну, все та же самая идеология интерфейса между мозгом и компьютером. Это вот мы, как мы видим, этот метод используется очень давно и имеет конкретные специальные стандарты, где установить электроды, как выглядят эти кривые. Ну, современные у нас, например, сейчас это очень такие сложные уже, и даже каждый вот такой вот электрод сейчас, он снабжен своим маленьким усилителем. Ну, по крайней мере, вот у нас в лаборатории уже вот такие совершенные системы, и во многих других лабораториях, которые очень-очень точно могут подслеживать за электрической активностью, не погружаясь внутрь мозга. Ну, и вот с помощью таких систем, пожалуйста, вот здесь вот, в данном случае, в данном случае это я сам, у меня на голове эти все системы регистрации, обработки, анализа, я пытаюсь уже управлять это внешним исполнительным устройством. Здесь это игрушечная машинка, у которой когда-то, когда-то был там джойстик, и вся система управления джойстиком, теперь у нее система настроена на, так сказать, на электрическую активность моего мозга. Я должен так, здесь вот тест такой, это рабочий такой момент, не рекламный абсолютно ролик, тут много всяких неудач как раз видно для специалистов. Важно, что вот исходный тест такой, ставится машинка передо мной, и я должен ее провести от меня метров на 10-15, такой маленький спортивный зал, и потом развернуть и вернуть к моим ногам. Ну, в данном случае, видите, катастрофа. Это не так просто делается, вот здесь вот как раз, это рабочий момент, вот здесь вот этот проводок, перестраиваются параметры, там пороги, перестраивается немножко модель, та самая, которую нужно построить, как вот ее использовать для управления. Ну, и кое-как у меня это получается. Но вот инженеры, которые со мной там работали, на которых я пробовал это часто, они могли этим управлять довольно хорошо. Ну, так вот, чтобы просто понять, насколько мы сейчас продвинулись в этой области, это просто снимки из моей лаборатории. Ну, на самом деле, это у нас и в Москве уже есть пару лабораторий, которые таким, так этим увлекаются, ну, и за рубежом, тем более, больше лабораторий. В данном случае вот мой аспирант, он играет в шахматы с помощью манипулятора, управляемого как раз от мозга. Здесь вот очень важно, что здесь шесть таких моторчиков, которые определяют движение манипулятора. И, конечно, мы не могли бы сделать так, чтобы каждому этому моторчику передавать команды, мысленные команды каждому моторчику. Здесь нужно было снабдить этот манипулятор маленьким интеллектом, а именно формулой последовательного включения этих моторчиков. А моя команда или команда его только такая, макрокоманда, вперед, например. И дальше включаются последовательно все эти моторчики. Это такое взаимоотношение с не очень интеллектуальным манипулятором, но все-таки это макрокоманда, это уже не каждое движение. А можно было уже, ну, в данном случае это просто печать, буква печать. Здесь вот как раз взаимоотношение с роботом. И у робота уже свой собственный есть интеллект, и мы настраиваемся, как бы вот нашими командами так встроиться в его интеллект, чтобы он исполнял уже не собственные желания, а наше желание. Ну, допустим, что-то взять, принести, отнести. Это такие модельные опыты, но у нас это уже заработало. И, значит, вот сейчас интересно, что мы не можем работать с детьми, но мой с детьми вообще, вообще с людьми до недостигшими 18 лет. Ну, в данном случае мой аспирант взял домой нашу эту технику, попробовать на родителях, а сам попробовал на своем младшем брате. Ну, видите, совсем маленькие дети, и прекрасно оказалось, быстро приспособились, гораздо быстрее, чем взрослые, к этой самой... Пластичный мозг, да? Да, и в данном случае это просто такая не буква, а печать, а игра, где в пазл, где нужно было из кусочков собрать на отдельном экране целую картинку. А движутся эти отдельные кубики, картинки с помощью силы мысли. Силы мысли. Да, вот, и они быстро собирают, практически безошибочно. Пришел там другой какой-то, другой братик, значит, и самое важное здесь, что у них это вызывало какой-то особый азарт, не такой, как у взрослых. Потому что взрослые все-таки думают, что, ну, ученые что-то там придумали, подумаешь, там на Луну летают, а тут что-нибудь тоже придумают. А у них здесь как раз мозг быстро адаптировался к ситуации, где не надо делать ничего руками, как у той самой крысы, которая бросила этот рычажок. Да, видите, с каким увлечением, значит, достаточно, ну, в данном случае, он запускает новый цикл этой программы, он практически уже собрал. Так что это такая вещь, которая мозгом воспринимается очень хорошо и органично. Мы уже находимся в ситуации, когда очень хорошо пристроились подключения мозга, и алгоритмика обработки вот этих сигналов, она дает нам очень уже такой хороший контакт с мозгом. Здесь пример просто совсем другого типа. Если уж мы можем намерение детектировать, не мысли, подчеркиваю этот момент, а намерение. Ну, допустим, намерение. Я хочу двинуть правой руку или поднять правую руку. В данном случае пациенту, у которого правая рука не движется, потому что это последствия инсульта. И как же тогда ему тренироваться? А тренировка тут очень важна. В первые месяцы, буквально через 10 дней... Для реабилитата, для восстановления. Да, для... Это вот мозг может использовать свою пластичность для того, чтобы как-то обойти эти места, которые повреждены при кровоизлиянии или там других типах повреждений. Надо как-то обойти эти места и все-таки дать возможность руке двигаться. Но как? Нужно тренироваться. Послали команду, нужно видеть хотя бы какое-то движение, а там нет. И мозг очень часто отказывается именно по этой причине. Нет обратной связи и все. Нет эффекта, да. И даже если кто-то будет, медсестра будет поднимать ему эту руку, она поднимает не в те моменты, когда мозг намерен это сделать. Вот интерфейс мозг-компьютер дает возможность в тот же момент, когда человек подумал, с помощью вот такого робототехнической конструкции, тут же поднять эту руку, опустить. Ну и сделать другие разнообразные движения. У нас сейчас есть технология манипуляции отдельными пальцами, это тонкая моторика. В общем, идея сделать такой нейротренажер. Мы сейчас это делаем для Министерства здравоохранения. Я хочу здесь показать такую, ну это наша работа, но идею. Ведь все эти нейрокомпьютерные интерфейсы, они требовали все-таки такого вдумчивого отношения человека к тому, что он делает. То есть нужно бы вы видели, как эта женщина парализованная, она с очень большим усилием, сосредоточившись полностью на своей мысли, и управляла этой рукой. Вот здесь проблема этих интерфейсов в том, что человек должен тратить очень много сознательных усилий, чтобы управлять такими устройствами. Очень сильно сосредотачиваться. Нельзя ли сделать так, соединить мозг с внешними какими-то устройствами, чтобы он сам уж как-то разбирался с ними, а человек в это время занимался другим делом. Никакой фантастики тут нет. Именно этим мы занимаемся, когда ведем автомобиль. Мы же, так сказать, автоматику вождения не прослеживаем, мы можем заниматься другими делами. Вот как бы передать это, вообще возможно ли или нет. Вот я сделал, в нашей лаборатории мы сделали такое исследование. Мы подключили мозг к управлению цветом экрана, компьютерного экрана. Мы знаем, что здесь, собственно, всем цветом управляем три движка. Это движок, который увеличивает, уменьшает яркость красного, зеленого и синего. Там 255 уровней. И вот можно подключить мозг. Деталей я сейчас не объясняю, потому что это все опубликовано. Можно посмотреть на нашем сайте. Важно, что мозг полностью подключен и может подкручивать любой уровень из этих трех цветов. И таким образом, если ему какой-то цвет хочется, какая-то палитра на экране, мозг может изменением положения вот этих движков на каждом из цветов, ну, сделать себе тот цвет, который хочет. Психологи нам говорят, что у человека есть предпочтение, у каждого человека предпочтение какого-то своего особого, особой какой-то палитры. И если так, то вот мы соединили мозг с этим движками, которые регулируют цвет на экране, пусть сделает. Такое исследование мы сделали, причем испытуемым мы не говорили, что они подключены к управлению цветом. Вот здесь вот как раз эта самая идея. Сможет ли мозг сам, без команды, сознательная команда человека, что-то сделать? Человек просто смотрел на экран, он знал, что у него регистрируется электроэнцефалограмма, но не понимал, что он подсоединен к управлению цветом. В результате да, получилось. Сработало. Да, вот у нас там, скажем, 15 испытуемых в строчку. Здесь вот цвет, который у человека был до того, как его включили, подключили к экрану. А здесь, когда он уже был подключен к экрану. Ну, так было настроено, что примерно серый цвет, это тогда, когда он не подключен. И что же будет, когда подключен? Ну, вот первый человек все равно дает серый цвет. Ничего не получилось. Но у многих получилось. Но это те, у кого есть предпочтения, может быть, не у всех есть. Возможно, да. Мы не знаем, что там происходило. Может быть, кому-то безразлично совершенно. Может быть, да. Но, во всяком случае, вот здесь вот, по крайней мере, три человека таких оказалось, а у остальных все-таки другой цвет. То есть, дальтонизм не проверяли, а может быть, первый дальтоник? Нет, вот эту часть мы не проверяли. Хотя мы им всем показали цвета, чтобы понять, какие они предпочитают. И оно совпадает, но это не та статистика, где это можно утверждать. Во всяком случае, вот как только мы выключаем это все дело, опять все, так сказать... Да, все серое. А здесь, видите, да, мозг себе регулирует сам. Но здесь же фокус в том, что человек-то этого не знал. Мозг вошел в взаимоотношения с внешним миром сам по себе. Потому что, видите ли, у него в его модели есть какое-то предпочтение. Картина мира красная, да. Ну, вот, значит, сейчас при таком четком, хорошем взаимодействии мозга с реальностью, вот как раз то, о чем вы говорили в самом начале. Это как раз Николилис вот в этой статье объявил, что такую ситуацию он планирует сделать. Действительно, сейчас мы уже во времени, когда уже это 2014 год прошел, он действительно сделал. Но ему не поддалось так, настолько этот объект... Да, чтобы человек выбежал на поле в этих вот экзоскелетном костюме и все это сделал. Но удар, один удар по мячу в момент открытия Олимпийских игр мы видели. Значит, уже после этого я был в его лабораторию, знаю, конечно, какие там трудности, не так-то все просто это сделать. Но, тем не менее, движение по этому пути идет, и, значит, мы и работаем. Здесь я хотел сказать, что интересно, вообще-то при таких подключениях, может быть, вообще можно какой-то кусочек мозга поменять, если он плохо работает. И вместо этого кусочка мозга — чип. Такая ситуация оказалась возможной. На крысах. Вот Тед Бергер. Мне знакома его работа не понаслышке, я лично это все видел, знаю его. И здесь вот такие пачки электродов вживлены в гиппокамп крысы. Крыса при этом научилась выбирать там свои какие-то кормушки по какому-то правилу. И вот этот весь гиппокамп, что он делал? Он временно повреждал кусочки гиппокампа, просто вводя туда очень маленькую дозу анестетика. И гиппокамп переставал работать. И обученная крыса переставала ориентироваться здесь. Это говорит о том, что да, вот этот кусочек, конечно, играет роль. Но дальше он подследил, какие же электрические поля в этом кусочке мозга возникают, когда крыса правильно себя ведет. Вот этот вот кусочек мозга, вот красным, это означает больше электрического поля, меньше электрического поля. И он смоделировал вот эту ситуацию. А дальше через электроды, которые регистрировали электрическую активность, он начал подавать электрический ток, чтобы в уже испорченном гиппокампе создать ту же самую картину, которая была характерна для правильного поведения крысы. И оказалось, что крыса начала тут же работать. Ну а кто программировал все это, вот эту вот всю модель, кто содержал в памяти, это все, это маленький чип. Он подшил этот чип под кожу на голове. Эти электроды опущены в мозг. И в тот момент, когда крыса плохо работала, включали этот чип. Он работал лучше. Так что кусочек нервной ткани действительно можно заменить. Но здесь у меня нет особого оптимизма, потому что одно дело кусочек нервной ткани для конкретной задачи поиска какой-то кормушки, а другое дело, допустим, мозг человека со всем своим многообразием. Да, после поражения. Да, там это слишком сложная картина. И для меня лично кажется, что маловероятно какие-то сделать такие чипы. Но для маленьких кусочков ткани, например, в случае паркинсонизма, там все зависит от очень маленького кусочка ткани. Может быть, что-то и удастся сделать. Самое последнее, что интересно при подключениях к мозгу, это насколько мозг расчетлив. Вот в данном случае это известный сейчас исследователь Джон Хайнесс. Он сделал очень простое исследование. Он попытался подсмотреть не просто план действия мозга в тот момент, когда мозг что-то должен был делать. У него тоже такой эксперимент простой с каким-то операторским тестированием, где человек мог нажать правую или левую кнопку, при этом он мог делать или не делать ошибки. Вот он наблюдал электрическую активность, не обязательно электрическую, а распределение кровотока мозгу. Это технология магнитно-резонансной томографии, непосредственно до нажатия кнопки. Он хотел понять, есть ли там информация о том, что нажатие будет неправильное, что сейчас будет ошибка. Оказалось, есть. Вот момент нажатия на кнопку, а вот момент, когда человек принимает решение. Чуть-чуть раньше принимает решение, там на 200-300 миллисекунд. Но оказывается, еще до принятия решения человеком есть признак того, что сейчас будет ошибка. И теперь как-то непонятно. Мозг уже имеет информацию о том, что сейчас будет ошибка, а человек, тем не менее, нажимает на кнопку. В нас присутствуют две сущности. Расчетливый сам мозг и какое-то желание, хотение человека. Тем не менее, он нажимает на кнопку. Такая философская категория. Ну, по крайней мере, мы здесь можем выйти из положения, мы можем дать человеку красную лампочку и показать ему. Мозг рассчитал, что нельзя нажимать. Ну, как это будет развиваться дальше, эти технологические технологии? То есть, такая своя жизнь мозга какая-то. Да, модель, вот эта мозга, о которой мы в самом начале говорили, ментальная модель, она достаточно точно все рассчитывает, но человек не всегда прислушивается. Ну, вот такая двойственность у человека. Спасибо большое, Александр Яковлевич. Спасибо вам. В нашем постскриптуме я хотела спросить вас, насколько исследования, вот эти вот работы по созданию интерфейса Москомпьютер, включены, инкорпорированы, если можно даже так сказать, в глобальные проекты, типа Коннектома. Очень популярный проект, я недавно узнала, что балет поставил хореограф Элистер Мариот, Королевского Лондонского балетного театра, он поставил балет с таким названием, прочитав книгу Себастьяна Сеонга «Коннектом», это массачусетского нейробиолога. То есть, это говорит о популярности не только балета, но и вот этих вот исследований. И тем не менее, кажется, что вот и Big Brain, и европейские Human Brain Projects, все они как-то в стороне. А может быть, я ошибаюсь, эти исследования, они как-то входят каким-то боком в эти проекты? Или, может быть, есть что-то, о чем я не знаю, свой проект глобальный, международный? Нет, вы знаете, это как раз текущие проекты, глобальные такие, это суперпроекты. То есть, раньше таких проектов не было. Нейрофизиологическая наука, наука о мозге сейчас получила самые большие гранты, которые только были когда-то, даже больше, чем геном человека, который когда-то был главным биологическим проектом. Поэтому европейское сообщество сейчас внесло гигантские деньги в эти проекты и американские, и американцы. Да, да, европейское сообщество внесло полтора, почти два миллиарда долларов, если в долларах американцы внесли, три миллиарда долларов объявили. Это очень большие, да. Нет, они уже начали, они реализуются уже в течение 2014 года, уже реализуются эти самые проекты. Они рассчитаны на 10 лет. И основной расчет этих проектов на то, чтобы познать картину, внутреннюю архитектонику мозга и способ подключения к этому мозгу. Поэтому все эти проекты, они сейчас связаны. Все-таки связаны. Я бы не сказал, что мы как-то получаем какое-то финансирование, но во всяком случае нас привлекают к исполнению этих проектов на Западе. И предложения такие есть, и мы реально связаны. То есть, ваши работы все-таки это не что-то такое маргинальное? Нет, нет, нет. Они, конечно, идут... Они, скорее, опережали даже, не только наши, но и других лабораторий, они немножко опережали, но они создали ту основу, на которой общество поняло, что это очень важно, знать глобальную архитектонику мозга и способы его анализа, его электрической активности, построения моделей. Это даст возможность не просто удовлетворить наше любопытство, но во всяком случае изучить природу некоторых таких глобальных болезней, которые мы сейчас никак не можем лечить. Альцгеймер, паркинсонизм. Ну и вообще-то, говорят, дать возможность социализации, помощи для людей, потерявших какие-то функции, например, двигательные. То есть ваши работы по созданию интерфейса, они фактически, можно сказать, что предопределили дальше уже глобальные проекты. Да, да, ну наши, и моих коллег, и в других лабораториях. Ваши, я имею в виду, во всем мире, и подобные. В этом направлении, да, 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 конечно, да. Спасибо большое. Спасибо вам.